Хей ребятки, всем привет! С вами Борода, вы на канале не Na'Vi и у нас новая игрушка под названием Blade Bound. Это MMORPG-шечка на мобильный телефон. Но, правды ради, хочу уже сейчас заметить, я как бы обучение проходил, немного игру изучал и я вам уверенно могу сказать, игра очень даже достойная и если не знать, что игра на телефон, можно полноценно считать, что ты ее установил где-то себе в Steam и спокойно гаммаешь на ПК-шечке. Потому что графончик зашибись, управление зашибись, касты навыков и все в этом деле прорисовано безупречно. Так, ну не будем вокруг да около ходить, давайте вливаться в атмосферочку, в этот режим и наслаждаться кайфом. Наконец-то я нашла тебя, Хоронитель. После стольких лет пора вернуться домой. Но на этот раз ты будешь не один. Так, ну, Хоронитель вошел в меня, а я вошел в Телепорт. Итак, этап номер один, он же пролог, завершен. Продолжаем. Мы получили что-то, скорее всего, либо какой-то амулет, либо печать, что-то в этом духе мы получили. Так, пошло создание персонажа, потому что всегда мне говорят, что... Борода, ты все делаешь без нас, как бы непорядочек. Мы тоже интересуемся, мы хотим это видеть. Нам очень интересно. Хотя я говорю, что здесь может быть интересно. Так, новый уровень мы получили. Характеристики наши возросли. И это, конечно же, очень хорошо. Хорошо. Новое снаряжение мы получили. Давай его использовать. Да давай, конечно. А что нет-то? Только скажи мне, что это такое? Не говорят, что это такое. Ну, скорее всего, какая-то печать. Прежде чем мы начнем осматривать, предлагаю применить его. Ну, давай применим. Так, это у нас сразу же уже пошла компания. Так, тысяча лет прошла с тех пор, как предатель уничтожил древо. Единственное, что до сих пор не дает нашему миру погибнуть, это эссенция древа, фрагменты которой разлетелись по всей Эзури. Мы должны найти их. Первый фрагмент. Цветок древа находится в цитадели Эзуры. Но уже скоро темные силы предателя поглотят его. Хранитель, нам нужно поторопиться. Окей, давайте поторопимся. Найдем цветочек и возродим дерево. Так, меня сразу же встречают какие-то сошки, мелкие скелетончики такие. Горязные, вонючие. Которые просто разлетаются. Ну, кстати, прямо очень легко пока что. Но мы знаем, что это нас же готовят, да? Я могу уже? Не, я еще не могу в телепорт. Но жду. Войдите в портал, уже могу, да? Ага, все, могу. Видишь. Тогда не мог, сейчас могу. Нас всегда готовят изначально. Вот эти этапы первые, они можно считать тоже полноценно обучающие. Я этого не сильно люблю, если честно. А в своей игре, которую создаю, делаю вот прямо сейчас, я не буду делать этого. А, возможно, ошибка, я не спорю. Возможно, для людей это необходимо. Но меня лично это очень сильно раздражает. И я бы не хотел, либо хотел бы в меньшей степени видеть это в других играх. Потому что очень много тратится на это времени, а эффективности это по факту никакой не дает. Потому что, ну, я сам могу разобраться спокойно в игре и понять, что куда нажимать и кого как убивать. Понимаете? Поэтому я надеюсь, что игра, которую я сделаю для тебя, она будет просто охренительной. Поэтому, если ты хочешь следить вместе со мной о создании игрушечки, ссылочка на телеграмчик в описании. Подписывайся. Там я постчу всю информацию. Там уже есть очень, кстати, много информации по поводу игрушки. А есть уже прорисованные персонажи. Заходи. Добро пожаловать. Я уверен, ты кайфанешь так же, как и я. Потому что я вот выставляю персонажей, которые будут, мобов. И все просто охреневают с того, какие они крутые. Так, мы выбили что-то. Не успел я увидеть. Мне не открыло. Но, по идее, сейчас должны допоказать. Получено. Да, это до грудик, скорее всего. Учитывая, что золотом был подсвечен именно он. Так, третий уровень я взял. Хорошо. Вернемся домой. Предметы. Снаряжение. И так. Рост снаряжения. Найден доспех, слабее надетого. Так. Давайте усилим старый доспех. Хорошо. Давайте. Ага, с помощью слабого доспеха можно усилять доспех, который сильнее, который находится у тебя. Прикольно. Слушай, а это новая механика. Такого я еще вроде нигде не видел. Чтобы за счет плохого улучшить тот, который у тебя. Так. Эти жертвенные врата ведут в очень темное место. Цитадель Эзуры. Логово сажателя Накл. Которого также называют Безумным Императором. Он был одним из тех, кто предал Братство Хранителей и встал на сторону предателя. В награду предатель даровал ему бессмертие и приказал уничтожить цветок древа, который расцвел в Эзуре. Так как я единственное, кто может приблизиться к эссенции, демон не смог выполнить задание. Он решил запереть врата навеки, наложив на них магические печати. Похоже, тебе придется уничтожить эти печати. Хорошо. Будем уничтожать. Задание-то нам надо все равно выполнять. Поэтому в любом случае найдем и уничтожим. Вперед. Я уж сразу-то готов. Так. Детонируем все это говно. Давай, давай, давай. Хорошо. А то они сами и умирают от этого же. Поэтому великолепно. Они сами понаставили здесь детонейшенов. И сами же от них откисают. Так, 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 так. Копейщик, который бросает в меня всякую хрень. Хорошо. Но скелеты очень слабые. Я не знаю почему. А так занижают ценность скелетончиков. Это меня просто убивает. Так, печать номер один. Хоп, хорошо. Скелеты полноценные войны, которые имеют право на уже вторую жизнь как бы. Поэтому почему бы не дать им ее? Правильно? И я скелета буду делать очень сильным, очень крепким. Чтобы он, естественно, не откисал так быстро. Так, а что, сюда не можем? Ну ладно, пошли дальше. Еще одна печать. Хорошо. Ну, здесь уже пошли какие-то иные духи. Как бы и скелетон, а как бы и осьминог. Возможно, дух какого-то осьминога или что-то в этом духе. Так, хорошо. Кастуем навыки. Вроде как маны здесь нету. Просто нужно ждать перезарядку и все. Поэтому можно спокойно делать косты, не стесняясь, не переживая ни о чем. Хорошо. Забрал сундучок. Опять что-то новое по вещам упало. И уже как бы выполнили. Очень быстро, очень просто. Но, как я и говорил, это обучение. Так, вот это точно будет амулет. Вот это 100% будет какой-то амулетик. Потому что, ну, черепок куда-то, его никуда не наденешь. Так, опять повышаем уровень. То есть, каждая миссия на данный момент это повышение уровня. Так, редкость обычная, но не пишется. Но вот видишь, там есть такая штучка под цепочку или веревочку, что-то в этом духе. Так, смените экипировочку. Так, а как смените экипировочку, как у меня сразу в бой. Узри. В этой цитадели покоятся правители Эзуры. Сажатель Накл и его проклятые слуги нарушили их вечный покой. Я чувствую, что тебе предстоит встретиться с восставшими из мертвых воинами скверненной крепости Ингвафилис. Как видишь, они называются проклятыми. Не просто так. Воема древа, хоронитель меча, я узнаю эти доспехи. Даже мы, рабы сажателя Накл, знаем легенду о гибели древа. Убей его, убей демона. Убьем, конечно же. Это никакая не проблема. Тем более, для нас. Так, ну, стандарт. Появление у нас перед порталом. Небольшое, так сказать, обучение. Хорошо. Ну, это, кстати, прикольный навык. Протыкаешь полностью. Очень удобно, когда особенно в ряд выставляешь врага. Просто идеально, как по мне. Блэйдбаунд. Вот такое незамысловатое, но красивое название у этой игры. Мне нравится. Так, паучок, иди-ка сюда. Хорошо. Ух, смотри, не умирает. Че такое? Умри. Не умирает. Слушай, вообще не умирает. Ни в какую. Не, ну, это не годится. Как же ж его убить-то можно, если он никак не умирает. Мне не нравится. Сорян. Видишь, история о древе. Все везде поросло как раз-таки древесинкой. Ну, это логично. Правильно? Так, а вот и скелеты пошли, смотри. Есть посильнее, есть послабее. Так. Ну, кстати, прям, я думал, это какой-то босс. Но, получается, просто воины послабее есть. И есть воины, ну, реально посильнее. Гораздо сильнее. Так, хорошо. Здесь вроде бы все. Тут нам открываются какие-то дверьки. Пошли. Сразу же с массовочки слабеньких мы убьем. Отлично. Вот мне нравится. Они так быстро откисают. Вообще не приходится на них никакое время тратить. Так, есть копейщик какой-то. Уже нет вроде, да? Все, я его убил. Это хорошо. Легкое, на самом деле, задание было. Так, это что такое? Ага, просто убил висящего скелетика. Нормально. Это мы тоже можем себе позволить. Так, это у нас уже какой? Пятый уровень? Не, не дали уровня, смотри. Но дали нам метчики, дали еще что-то. Ну, это уже, думаю, ресурс какой-то пошел. Но там пишется качество. А качество на ресурсе не должно писаться. И уровень все-таки дали. Хорошо, пятый левел. Отлично. Смените экипировочку. Так, 107, 260. Хороший меч-то выбили. Слушай, на 150 единиц больше, нежели тот, что у меня сейчас. Это прям вкусненько, вкусненько. Мне нравится. Так. А, хоронитель. Разведчики не ошиблись. Ты ничтожная букашка. Почему ты решил, что можешь победить предателя? Я посажу тебя на кол, и твое тело будет служить напоминанием другим о том, что я не терплю подобной дерзости. Как убить бессмертного? Хочу еще раз. Потому что что-то там фризануло, и мы толком с тобой и не посмотрели, что там за навык, да? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, вот. Да, она выходит из тебя, получается. И использует этот навык. Так, ну я прям в фонтан-то и влетел. Прикольно, прикольно. Это неплохой такой скилл и красиво отображен. Вот мне даже больше, наверное, от самоотображения понравилось, нежели эффективность или что-то в этом духе. Потому что, ну, кайфово выглядит, не так ли? Бум! Ну, класс! Ну, ну, реально кайф. Я в восторге от этого скилла. Хорошо. Проткнул. Так, а мне, наверное, фонтан надо найти. Оно таки будет бесконечно лезть или нет? Или врата еще не открыты? Я не могу, наверное, пройти туда, да? Да, вот. Вот так теперь могу. Хорошо. Стоп, он не наверх. Тихо, 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 тихо. Где? Вот это тот фонтан, да? Правильно. Хорошо, фонтан разрушен. Все, ну, теперь, я думаю, ему никак не победить меня. Потому что, ну, я очень хорош в этой игре, получаюсь. Так, есть. Окейушки. ММОшечки, РПГшечки, это прикольная тема. Не знаю. Как-то они поугасли. Что-то утеряли свой хайп, что ли. Раньше на них, конечно, все только и жили. Сейчас ты годных ММОшек так и не выпускают и не найдешь нигде. Ага, это еще не все, смотри. Фонтанчик-то живой еще. Я думаю, еще с какой-то стороны должно подтекать что-то по любасу. Так, пошли. Бум. Еще раз бум. Проткнул. Так, хорошо, есть. Что, сюда еще ж, наверное, пойду. А, нет, там все, смотри. Значит, сейчас будут пускать к боссу уже. Обратно эта дверушка у нас откроется, и мы пойдем к нему. Или нет? Нет, не пойдем, не пойдем, не пойдем, не пойдем. Странно. Только фонтанчик здесь был. Ну, ладно. Я думал, мы что сразу и босса будем убивать. Слишком поэтапно все. Прямо вот переборщили. Этап от этапа. Бегай по таким мелочам. Уже бы сразу сюда в этот этап впихнули, и нормально бы было. Так, хорошо. Домой. Пошла рекламушка, конечно же. Как же без рекламушки. Так, охота на монстров. Не хочу, не буду. Охоту на монстров мы оставим. А давайте, ладно, давайте уже посмотрим. Ознакомление, обзор игры как бы идет. Поэтому давайте посмотрим и охоту. Так, приготовиться. Но я готов всегда. Что, не знал? Смотри, тупо жду, пока они все подойдут. И юзаю скильчик. Ну а что? Мне париться незачем. Массовых скиллов у меня предостаточно. Так. Я умер? Да ладно, да как так вышло? А не, победа. Смотри, все по сценарию, все окей. А ты его решу, умер, умер, проиграл. Все по сценарию, как бы. Я бы хотел все-таки убить же этого монстра. Мне не дает? Ни в какую, серьезно. Охота на монстры в ежедневном участии приносит награды и рейтинг. Охота на монстры играть можно сколько угодно раз, но награда и рейтинг определяются только рекордом дня. Окей, хорошо. Спасибо. Вот я туда зашел чисто для того, чтобы мне вот это все рассказали. Спасибо. Давайте еще больше вот всяких обучений. Так, нас вернули обратно в компанию, и мы можем наконец-таки завершить это задание и убить сажателя Накл. Почему ты не можешь просто умереть? Вы как тараканы, один достанется. Хочешь занять мое место? Глупец. Без заступницы ты всего фанатик, поклоняющийся давно забытым богам. Демон не знает, что я выбрал от тебя. Он думает, что у тебя нет ничего, кроме меча и чести. Пусть он останется в неведении. Нам будет проще заполучить цветок. Приготовься, хранитель. Я повторяю, я всегда готов. Не нужно мне это каждый раз говорить. Всегда готов. Хорошо. Больше мертвецов, больше. Давай-давай-давай-давай, это все слишком легко для меня. Окей. Хорошо. Где дверь открылась? Не вижу. Ага, вижу. Так непонятно, где открывается-то. О, демон, здорово, мужик. Я тебя видел, да. Ты меня видел? Да-да, я тебя видел. Куда ты убежал-то? Ай, это он типа просто показался, серьезно. Ты что, слабый? Только не говорите, что конец этапа. О, боже. Они просто издеваются. Вот то, о чем я говорю. Ну, люди перебарщивают. Вот они... Я не знаю, зачем это делать, но у меня совершенно другое видение в создании игры. И вот это все перебор. Нет, мне уже она не нравится, чувак. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Так испоганить игру... Ну, вот. В погоне зачем? Ну, у меня каждый раз, когда я вот эти все хрени вижу, у меня начинает жопа гореть. И все. Прощай. Так, ну, мы, тем не менее, прошли первые пять этапов. Главы 1 у нас пошла вторая глава. И новые пять этапов. Глава называется «Бездонные копии». Ее увидите в следующем выпуске. Не забудьте подписаться на телеграм-канал и поставить колокольчик здесь. Каждый день новый ролик. Очень много видео на разные игры. Вы можете уже найти на канале. Всем спасибо. Пока-пока.